Добрый день, уважаемые коллеги! Научные интересы Простройства пищевого поведения Как музыкальный терапевт специализируется в области детского благополучия и психического здоровья взрослых Основное внимание сосредоточено на клинической работе, связанной с философскими и теоретическими перспективами Тема диссертации Гротт Рандалин Исследование значимых моментов в импровизациях с молодыми людьми, страдающими от нервной анорексии Исследование опубликовано на норвежском языке в 2004 году На английском языке работы появились в 2005-2007 Она считает важным в клинической практике сосредоточиться на опыте в событиях и межличностных отношениях прежде, чем применять теоретические объяснения Исследователь должен приостановить свое предвзятое понимание феномена Должен быть в состоянии испытать свои собственные чувства по отношению к музыке, то есть осознавая объект, а также видеть его как реальный, вне себя Исследователь должен быть способен описать индивидуальный опыт и приписываемое ему значение Вилософская основа учения Трандалин Смысл является первичным опытом Исследователь также признает мнение Полкинхорна о том, что в описаниях интерпретации музыки обязательно включены межличностные отношения И фундаментальную идею Мерла Понти о том, что тело является основой для приобретения опыта Трандалин решает включить в свои исследования феноменологию, герменевтику и телесные переживания И убеждена, что модель Лоуренса Феррара очень подходит для этих целей Так же, как и предыдущие изученные нами исследователи Грот Трандалин применяет несколько шагов, но несколько меняет их последовательность Первый этап Разъяснение личной истории клиента социальной, биологической, музыкальной и истории лечения Чувствуется клиническое образование сразу Второй шаг Открытое прослушивание Прослушивание импровизации как целого Ощущение, чувство, смысл На этом же этапе слушание тела Третий шаг Структурный Описание звука Интенсивности звука Его характеристик Испытываемых во времени Рисование Структурный анализ звука и музыки, измеренных во времени Пользуется методикой Мишель Фаринаш и иллюстрирует так же время музыки с счетом Четвертый шаг Семантический Пятый шаг Гроттурный анализ Семантический анализ Семантический анализ Семантический анализ Семантический анализ Семантический анализ Фронтарин применила эту процедуру, которую только что мы с вами законспектировали При анализе двух случаев Нервной анорексии Джули, молодой женщине 25 лет И Симена, молодого человека 19 лет Для каждого клиента она выбрала один значимый отрывок импровизации На основе его и ее комментариев Затем она привлекла трех человек Научного руководителя, психотерапевта и себя к прослушиванию записей Значительные, ну или значимые моменты были выбраны и описаны всеми тремя слушателями В выбранной импровизации Джули пела и играла на барабанах Терапевт играл на пианино Импровизация была второй из десяти продолжительностью 2 минуты 46 секунд И содержала три довольно коротких момента длительностью 9, 25 и 8 секунд Симент впервые сыграл на пианино во время терапевтического процесса Терапевт играл перкуссионными инструментами Импровизация была второй в 17 из 19 сессий и продолжалась 13 минут и 43 секунды Импровизация содержала три значимых момента Продолжающихся 34, 49 и 44 секунды Но если мы проанализируем хотя бы эту выкладку, то мы поймем уже из-за отношения времени, о котором говорилось Четко очень фиксируется время импровизации и значимые моменты буквально по секундам Смотрите, 8 секунд и 44 Тоже соответственно ведут к определенным выводам Этапы работы Шаг 1 описал историю и предысторию клиента Открытые слушания на шаге 2 включали в себя все импровизации, которые были сделаны в течение сессий Шаги 3, 4, 5 и 6 были сосредоточены на значимых моментах А шаги 7, 8 и 9 снова включали целую импровизацию На первом шаге терапевт предлагает усилия, чтобы осознать свои собственные возможные предубеждения Она разъясняет предварительное понимание истории и ситуации клиента перед открытым слушанием Шаг 2. Слушание тела Шаг 3, 5 На шаге 3 исследователь рисует профиль интенсивности всей импровизации и профиль интенсивности каждого значимого момента Эти графические кривые включают параметры времени, интенсивности, активности клиента и максимальной силы выражения На виду с опозначением оценки профиль интенсивности обеспечивают рамки для семантической и прагматической интерпретации в шагах 4 и 5 Шаги 6, 9 После горизонтализации и второго раунда открытых прослушиваний в шагах 6 и 7 этап 8 представляет собой окончательное резюме о музыкальной структуре импровизации Трандалин разработала и применила достаточно сложную, но очень интересную, на мой взгляд, и очень эффективную модель для описания и анализа импровизации в музыкальной терапии Ларс Оли Бонде Психосоциальное исследование метода Хелена Бонни Метод управляемых изображений в работе с онкологическими пациентами А точнее, влияние на настроение и качество жизни пациентов при онкологических заболеваниях В своем исследовании Ларс Бонде применяет феноменологический подход к составлению музыкальных профилей интенсивности Профиль интенсивности – один из инструментов анализа взаимосвязи музыки и образов Профиль представляет собой графическую кривую, изображающую меняющуюся интенсивность в музыке Бонде понимает интенсивность как сложную феноменологическую концепцию, включающую напряжение, объем, крещендо, мелодическое движение, фразирование, настроение, текстура Вербальное описание музыки Аудиторский и визуальный анализ музыкальной формы консультирования по оценке, соответственно со специалистами Анализ настроения в соответствии с колесом настроения Кейт Хевнер Анализ потенциала изображения Колесо эмоций Кейт Хевнер В соответствии с которым идет анализ Работа с профилем интенсивности, конечно, не новость Были уже диаграммы Хеллен Бонни, которые примерно изображали эффекты программ Джим как плата и пики графической кривой Графическая кривая модели рассказчика, используемая в теории повествования в журналистике, уже давным-давно существует и иллюстрирует динамику сюжета Эта кривая изображает психологическое напряжение освобождения, намеченное рассказчиком и пережитое читателем и слушателем Типичными пиками кривой являются атака, точка без возврата и, собственно, сама кульминация То есть перелом, имеется ввиду, и точка высшего напряжения После кульминации – точка невозврата, после которой движение обратно уже невозможно Невозможно восстановление событий И кульминация – это наивысшее эмоциональное напряжение Как и в случае с повествовательной моделью, целью музыкального профиля интенсивности является предоставление графического изображения, визуализация пережитого психологического напряжения и его интенсивности Давайте на примере посмотрим Концерт для скрипки Брамса Длительность 9.34 Как проводится сама процедура Подробный обзор жизни Брамса сочетает феноменологическое описание времени записи компакт-диска и точных ссылок на нотные издания Описание включает в себя эмоциональное выражение, наблюдение за мотивами, инструментами, тональностью, качеством звука и взаимодействием инструментов Общая музыкальная форма описывается как переход от первоначальной стабильности через непредсказуемые изменения к окончательной стабильности Следующий этап настроения Проводится анализ настроения по кругу эмоций Кевнер В первом и последнем разделе настроений указанных в круге нет В третьем разделе из круга два прилагательных мечтательный и нежный В четвертом разделе лирический и спокойный В контрастной части настроения из круга нет Вторая Жалкая, печальная Седьмая Драматическая, страстная Седьмая в смысле часть Потенциал изображения Анализ потенциала изображения включает подтверждение, основанное на ответах от группы музыкальных терапевтов В основе надежности подхода Бонда как раз и лежит сочетание внимательного прослушивания и анализа результатов аудиторской проверки Это облегчает идентификацию формальных элементов, тем, инструментов и других музыкальных особенностей, а также оценку предложенных настроений Кривая интенсивности определяет эмоциональные пики музыки Профиль интенсивности служит руководством для прослушивания То есть смотрите, получается некий профиль, да, на основе вот этой предварительной работы На основании которого мы составляем профиль слушания для клиента Затем эти два профиля сравниваются Какой материал мы можем получить? Да очень простой материал мы можем получить Мы можем получить, что момент эмоционального пика, отмеченный в профиле аудиторами, может совершенно не совпадать с моментом эмоционального пика клиента Или же наоборот, момент эмоционального пика, отмеченный аудиторами, может быть моментом спада для клиента Но это я сейчас условно говорю, но в целом при сравнении аудиторского и клиентского профиля Как раз и видно, какие мишени мы можем выстраивать по отношению к данному клиенту Итак, немножечко подведем итоги Мы посмотрели уже достаточно много исследователей, которые обратились в своем музыкально-терапевтическом творчестве к феноменологии Попробуем немножко обобщить Итак, Мишель Фаренаж указывает на значение феноменологического подхода в обучении музыкальных терапевтов Эвенруд вводит важную модификацию похода Феррара Дополняет синтаксический, семантический и онтологические этапы Тремя уровнями, которые более подходят для описания терапии Структурный, семантический и прагматический Ну, то есть, практический Исследования Мишель Фаренаж и Гонсалес Адаптируют процедуру Феррары для описания сеансов музыкальной терапии Проводят новаторское исследование, демонстрирующее применение феноменологического подхода в качественных исследованиях Дориатомир подтверждает гипотезу, предложенную Фаренаж и Гонсалес С этих самых пор, кто скажет вам о том, что феноменология неприменима для музыкальной терапии Будет сильно неправ Потому что у вас будет очень большой арсенал для аргументации своей правоты Косаяка Розанна, 1991 год, применяет феноменологические описания к процессу восприятия музыки в джим-терапии Для описания музыки она выбирает пятиступенчатый метод Феррары И приходит к выводу, что эта методология усиливает понимание психотерапевта музыки и ее клинического потенциала Ее подход позволяет описать отношения между музыкой и образами Это описание является основой терапевтической и духовной интерпретации сессии Денис Грок В своем феноменологическом описании применяет только первые два этапа метода Феррары Ее целью является идентификация ключевых моментов в сеансах джим-терапии С этой целью особо выделены этапы открытого прослушивания и прослушивания синтаксиса Взгляд на синтаксис представляет собой дальнейшее развитие анализа сессии Косаяки С тем, чтобы выявить отношения между музыкой и опытом клиента Денис Грок разрабатывает систему единиц измерения изображений и единиц измерения музыки Колин Ли Сочетает феноменологический подход с другими видами анализа Сильные стороны его метода Точная документация музыкальных особенностей Включение комментариев об импровизированной музыке в сеансе терапии А также акцент на аудиторской проверке Грот Рандалин Добавляет новые шаги к выбору элементов из предыдущих процедур Подчеркивает важность устранения собственных предубеждений Первоначальная оценка направлена на выяснение предварительного понимания В процессе феноменологической горизонтализации Присваивается одинаковое значение всем элементам описания Трандалин добавляет к сессии прослушивание тела и рисование профилей интенсивности Ларс Бонде Профиль интенсивности позволяет идентифицировать эмоциональные пики музыки И оценить ее терапевтический потенциал Конструирование профилей интенсивности добавляет новый аспект Феноменологическому описанию музыки Итак, те подходы, которые мы посмотрели И те анализы, которые нами были проведены Говорят о том, что исследования Лоуренса Феррары Представляют очень богатый материал для развития музыкальной терапии И особенно ее клинической составляющей Феноменологические подходы В разнообразных нами исследованиях Представляют различные вариации концепции Феррары И рассматривают возможность ее включения В процедуры музыкальной терапии Открытое прослушивание Звук как таковой Структура Семантика Прагматическая интерпретация Снова открытое слушание И критическая оценка Все процедуры различны Все исследователи, которых мы посмотрели, совершенно разные Но все они связаны между собой Они открывают новые горизонты для музыкальной терапии Следующая наша среда Также будет посвящена Феноменологии Мы посмотрим процедуру горизонтализации Всего доброго, друзья До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok